АЛТАЙСКОГО КРАЯ АЛТАЙСКОГО КРАЙ может перейти на годичную систему планирования бюджета. Сейчас его принимают на три года вперед. Наш регион зависит от федеральных траншей. А как заявил министр финансов России Антон Силуанов, в этом году планировать будущие доходы и расходы стороны будут ограничившись короткосрочным периодом. Бюджет сверстают только на 2016 год. Это сделано, чтобы избежать ошибок. Из-за нестабильной экономической ситуации расчеты на 2-3 года вперед могут не оправдаться. Кроме того, сроки работы над местным бюджетом сместятся на месяц. В этом году его будут готовить оперативней. В России будут раздавать бесплатные участки земли по гектару на человека под строительство или возделывание сельхозкультур. Правда, только на Дальнем Востоке. Соответствующий законопроект рассматривает правительство. Землю планируют предоставлять сначала в бесплатную аренду на 5 лет, затем можно будет передавать в собственность. В Алтайском крае разработали карты бизнеса для муниципалитетов. Документ представляет собой характеристику экономических и производственных особенностей конкретного города или района. В карте указано, какие предприятия и компании работают на территории, а каких, наоборот, не хватает. Примечательно, что самыми востребованными бизнес-нишами оказались стоматология, строительство и придорожный сервис. Новые послабления для предпринимателей инициировала антимонопольная служба. Одно из них заключается в том, что предприятия, которые улечили в каких-либо нарушениях, будут не сразу штрафовать, а сначала предупреждать. Другое нововведение – иммунитет для малого бизнеса от проверок и преследования ФАС. Пакет послаблений может быть принят уже в сентябре. У барнаульского страховщика отозвана лицензия. Центробанк приостановил деятельность компании «Росэнерго Жизнь». По мнению регулятора, она не заботилась о своей финансовой устойчивости и не предоставляла некоторые данные по запросу ЦБ. Фирма оказывала услуги по страхованию жизни и накоплению граждан. Итак, подводим предварительные итоги туристического сезона этого года в Алтайском крае. Еще в январе власти прогнозировали – из-за дорогого доллара жители страны предпочтут российские курорты зарубежным. И по количеству отдыхающих наш регион станет одним из флагманов. Как выяснилось, оптимизм не был ложным. Сезон 2015 некоторые уже назвали лучшим за последние 15 лет. Как минимум по количеству гостей. Но поможет ли приток туристов изменить качество сервиса? Попробуем разобраться. В начале лета крупный региональный оператор вывел на рынок принципиально новый продукт. Отдых на Алтае по системе – все включено. По задумке компании, такие пакетные туры должны составить конкуренцию аналогичным поездкам в Турцию и Египет. И тем самым повысить привлекательность края для публики из Центральной России. Проживание включено в тур. Питание трехразовое по программе. Плюс ко всему, каждый день в тура включают экскурсии. Ну и, соответственно, обратный трансфер. Количественных показателей по продажам путевок в компании не раскрывают. Сообщают лишь, что спрос на новый продукт есть. И он внушает оптимизм. Однако уточняют – ждали большего. Впрочем, говорят уже другие эксперты, данные турагентств отражают динамику не в полной мере. Этим летом потребители реже, чем обычно, прибегали к услугам операторов, предпочитая планировать отдых самостоятельно. И именно такие путешественники обеспечили прирост. Сезон, но только слепому не покажется самым удачным. Он действительно очень удачный. Вы правы, что здесь очень много факторов совпало. Но мне кажется, самый важный показатель – это все-таки показатель возвратности туристов. То есть мы можем потоки к себе принимать, а завтра кто к нам вернется. Власти региона прогнозируют, что по итогам 2015 года Алтайский край посетят 2 миллиона туристов. Это почти на 400 тысяч больше, чем годом ранее. Но прирост выручки вряд ли окажется таким же впечатляющим. Повышение цен на проживание, питание и другие услуги заставило отдыхающих тратить меньше. Отчасти и поэтому небывалую популярность приобрели степные курорты с проживанием в палатке и купанием в озере. В Завьяловском районе, например, зафиксировано 25 тысяч туристов только на одном фестивале. А раньше, по подсчетам Алтай-турцентра, за весь сезон здесь отдыхало в два раза меньше человек. Обязательно необходимая для туризма – это грязелечебница. Это основная задача постройки круглогодичного туризма, в том числе и в Алтайском крае и Завьяловском районе. И где должен питаться – это кафе-бары, это рестораны и развлечения. Степные курорты стали, пожалуй, главным открытием сезона 2015. Именно на это западное направление возлагают надежды в Алтайском крае. Сейчас власти ищут инвестора, готового построить санаторий с полями для футбола, тенниса и гольфа за 1 миллиард рублей. А в ней курортологии, которые создаются в Белокурихе, будут изучать перспективы грязелечения в степных озерах. Полустихийно там создаются площадки, сезонные в основном. Очень интересно. Я был в Романовском районе, на этих известных озерах. Направление на запад, так скажем, это то, что нужно сегодня сдвинуть. Эксперты констатируют, пока общемировая финансовая нестабильность алтайскому туризму скорее помогает, чем мешает. Аналогично было и в кризисы 98-го и 2008-го годов. Экономическая стагнация заставила обратить внимание на Алтай и крупных туроператоров. Представители одного из них приедут изучать потенциал Белокурихи, Бирюзовую Катунь и маршрут Золотого кольца Алтая. Если край гостей впечатлит, в чем принимающая сторона не сомневается, то уже в новом сезоне купить пакетные туры на Алтай можно будет во всех уголках России. Но вернется ли на Алтай турист, который в этом году выбрал наш регион из-за дорогого доллара? Ради этого возвращения турбизнесу придется основательно поработать до начала нового сезона. 2016 год более объективно покажет 2 миллиона гостей. Цифра случайная или все же заслуженная? Это был Экономикс и я, Маруся Загорска. До встречи в эфире. Будет новый день и новые деньги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова